Здравствуйте, меня зовут Андрей Курпатов, и здесь я вам рассказываю о мозге. Сегодня мы поговорим о том, как помочь себе учиться. Как мы с вами уже знаем, мозг – самый главный орган нашего тела, потому что он и есть мы. Нам кажется, что это мы учимся в школе, в институте, или работаем, но на самом деле это его функция, это он у нас учится и работает. И от того, как он хорошо справляется с соответствующими задачами, зависит и наша с вами успешность. Как в обучении, так и в профессии, да и в жизни в целом. Можно ли помочь нашему мозгу лучше справляться с задачами, которые ставит перед нами жизнь? Конечно, если мы развиваем в себе все его отделы, а также связи между разными отделами мозга. Но есть ли еще какие-то способы улучшить его работу? Чтобы ответить на этот вопрос, давайте заглянем внутрь мозга и посмотрим на его клетки – нейроны. Нейроны – это клетки нервной ткани, которые состоят из тела клетки и большого количества отростков, которыми нейрон соединяется с другими нейронами. Соединенные вместе они образуют нейронные сети, которые отвечают за все наши знания, воспоминания, мысли, умение распознавать образы в окружающем мире. Кроме того, любой наш навык, хоть умение кататься на коньках, хоть навык решения математических задач – это тоже какая-то определенная, ответственная за это нейронная сеть, возникшая в нашем мозге. Отростки, с помощью которых тела нейронов соединяются друг с другом, бывают двух типов. Каждая клетка имеет множество нервных отростков, которые собирают информацию, поступающую к ней от других нейронов. Это отростки-дендриты. И у каждой же нервной клетки есть один большой отросток, который отправляет сигнал другим нейронам. Такой отросток называется аксоном. То есть нейрон собирает информацию с помощью дендритов, обрабатывает ее и отправляет свое решение через аксон. Места, где нейроны соединяются друг с другом, называются синопсами. В этой области возбужденный нейрон выделяет специальные вещества, которые называются нейромедиаторами. И они воздействуют на мембрану соседнего нейрона, в результате чего в ней тоже возникает напряжение. Наш мозг растет и развивается именно за счет того, что благодаря нашему опыту, практическим занятиям, навыкам, увеличивается количество нейронных связей между отдельными клетками. Отростки нейронов создают белое вещество мозга, в отличие от серого вещества, где генерится сам нервный импульс. Всего в мозге взрослого человека порядка 87 миллиардов нейронов. А каждый нейрон создает тысячи, а то и десятки тысяч синапсов с другими нейронами. В результате чего система этих взаимосвязей в нашем мозге становится очень и очень сложной. Для того, чтобы связи между нейронами были крепкими, а сигнал по нервным отросткам распространялся без потери энергии, нервные отростки закрываются специальным веществом – миелином. То есть постепенно, по мере активизации связанных друг с другом нейронов, вокруг отростков нервных клеток формируется специальная такая миелиновая оболочка. В результате каждый отросток нейрона выглядит как электропровод в изоляционном кожухе. Какие-то зоны мозга миллионизируются на протяжении первых лет жизни человека. Развивается, например, наше зрение, да, мы учимся воспринимать звуки, тактильные ощущения и прочее. А какие-то зоны мозга будут миллионизироваться уже во взрослом возрасте. Так, например, миллионизация клеток лобной коры, ответственная за контроль внимания, поведение и предвидение будущего, происходит вплоть до 25 лет. Давайте посмотрим, как мозг запоминает информацию. Как вы, наверное, уже поняли, соединение нейронов друг с другом – дело непростое. По сути, мы должны заставить нейроны двигать своими отростками внутри нашего мозга, чтобы они крепче сцепились друг с другом с помощью синапсов. Именно таким образом достигается эффект понимания или формирования какого-то навыка. Если вы вспомните, например, как учились писать, начиная еще с прописи, где вы с трудом выводили каждую букву, то вам, наверное, покажется удивительным, почему этот навык, ставший теперь автоматическим, формировался у вас так долго. И сколько, например, времени у вас заняло запоминание таблицы умножения. Сейчас вы уже не испытываете никаких трудностей с письмом, а таблица умножения кажется вам элементарной. Но когда-то этих знаний в вашей голове не было, а точнее нервные клетки, которые сейчас отвечают в вашей голове за это знание, еще не соединились в соответствующую нейронную сеть. Для того, чтобы эти нейронные сети образовались, необходимо, как мы уже знаем, повторение материала. Когда вы повторяете некий навык, хоть удары по мячу, хоть при изучении иностранных слов, ваши нейроны понимают, что эта информация для вас почему-то значима. После этого запускается процесс генерации белков, которые участвуют в строительстве синусов. Они разрастаются, формируя так называемые шипики. В результате площадь соприкосновения активизированных нейронов друг с другом увеличивается, и они замыкаются в крепкую нейронную связь. А что нам мешает запомнить ту или иную информацию и как помочь своему мозгу в этом? Первая проблема – это информационная перегрузка. Из-за того, что современный человек находится под воздействием большого количества информации, его мозг вынужден обрабатывать большое количество поступающих в него сигналов. В результате все силы мозга тратятся на получение информации, а времени и сил на выработку устойчивых нейронных связей, которые позволят ему эту информацию запомнить, просто не хватает. Грубо говоря, мозг работает в режиме «в одно ухо влетело, в другое вылетело». Думаю, что вы не раз что-то подобное за собой замечали. Вы что-то почитали или посмотрели, а потом вообще не можете вспомнить, о чем там шла речь. Почему так? У вашего мозга просто не было времени для того, чтобы эту информацию переработать, переварить, и благодаря этому зафиксировать с помощью соответствующих синаптических связей в нейронную сеть. Это значит, что мы должны делать перерывы в потреблении информации. В школе для этого придуманы перемены. Но если на перемене вместо настоящего отдыха мы погружаемся в гаджеты, то новая информация, которую мы в этот момент воспринимаем из телефона, выталкивает из головы все то, что вы только что поняли во время занятия. Примерно то же самое происходит и дома, когда между занятиями вы смотрите какое-то веселое видео или с кем-то переписываетесь в телефоне. Вам может казаться, что вы так отдыхаете. И должен сказать, что это и в самом деле так. Ваш мозг отвлекается и не пытается запомнить то, что вы только что учили. Но такой, извините, отдых делает бессмысленной вашу учебу. То есть вы просто зря потратили время. Итак, чрезвычайно важны настоящие, полноценные перерывы между периодами потребления и изучения какой-то информации. В перерыве вы можете переключиться на какую-то другую деятельность. Ну, сделать какую-то физическую разминку, например. Или навести порядок на своем рабочем столе. А ваш мозг будет тем временем раскладывать полученные вами знания по своим полочкам, создавая эти самые нужные вам впоследствии нейронные сети. Вторая серьезная проблема, которая мешает нам хорошо учиться и запоминать информацию, это конкуренция контента. Поскольку информации вокруг нас и в самом деле очень много, нашему мозгу постоянно приходится осуществлять выбор, на что направить свое внимание. И тут включается важный эволюционный механизм. Как вы уже поняли, рост синапсов требует большой затраты энергии. И в результате наш мозг потребляет 20% той энергии, которую мы получаем с пищей. При том, что его масса, на секундочку, составляет всего лишь 2% от массы нашего тела. Так что он, да, очень прожорлив. Поэтому, чтобы экономить энергию и питательные вещества, которые в дикой природе всегда являются дефицитом, эволюция придумывала способы, как бы сэкономить на этом нашем прожорливом мозге. И один из этих способов, при наличии альтернативы, выбрать из нескольких возможных задач ту, что попроще, которая требует минимального напряжения интеллектуальных сил. А теперь задумайтесь, что для вас проще? Почитать что-то в учебнике и сделать соответствующее упражнение. Или, например, полистать ленту в Инстаграме или ТикТоке. Посмотрите, куда движутся ваши глаза. На что вы смотрите сейчас? На задания в учебнике или на ленту? Боюсь, выбор здесь очевиден. Конечно, нам легче пассивно воспринимать информацию, чем работать с ней. Вникать в смысл, отделять главное от второстепенного, систематизировать наши знания. В результате ваш мозг постоянно вас подводит. Вы вроде бы и хотели сделать что-то важное, полезное, а потратили это время на бессмысленное времяпрепровождение в сети. Да, ваш мозг в этот момент тоже работал. Но в пассивном режиме. И вы тоже устаете. Но от информационного шума, а не от работы с сознанием, которое вам и в самом деле может быть нужно в жизни. Третья причина, почему нам нелегко запомнить важную информацию, это трудность концентрации внимания. Мозг, как мы с вами уже знаем, представляет собой огромный компьютер, который решает параллельно множество самых разных задач. Вы постоянно думаете то о том, то о чем. У вас много разных желаний, интересов. Вы беспокоитесь по куче самых разных вещей. О своих отношениях с друзьями и родителями, о том, как вы выглядите, что о вас подумают другие и так далее. У вас масса всяких соображений. И каждая из этих мыслей конкурирует за ваше внимание. Вы ведь не можете думать обо всем сразу. А какая из них побеждает в этой конкуренции? Та, которая имеет самую большую эмоциональную силу. Допустим, вы с кем-то поссорились, кто-то вас обидел или что-то вас тревожит. Понятно, что эта ситуация завладевает вашим вниманием, и вам будет очень трудно сосредоточиться на изучении нужных для вас знаний. Мозг будет постоянно возвращать вас к этой проблеме. Она будет крутиться у вас в голове. Итак, если эмоции вмешиваются в процесс вашего обучения, вам трудно учиться. Даже сам процесс обучения может вас раздражать. И в результате силы уходит не на то. Да и мысли ваши витают не там, где надо. Как же быть в такой ситуации? Для этого нам нужно опять-таки понимать устройство нашего с вами мозга. Как мы уже с вами говорили, часть нервных клеток находится в коре головного мозга, а другая в подкорковых структурах. Эволюционно более древних, где царствуют именно эмоции, а вовсе не рациональность и здравый смысл. Получается, что эмоции могут с легкостью брать верх над нашими мыслями, если мы не научимся каким-то образом их контролировать. Знаменитый американский психолог Уолтер Мишу, который прославился своими экспериментами, например, зефировым тестом, назвал клетки подкорковых структур «горячим мозгом», а клетки коры головного мозга, которые отвечают за рациональность, холодным. В своих исследованиях он показал, что всякий раз, когда нас захватывают эмоции, то есть горячий мозг и в самом деле горячится, мы должны целенаправленно включать свой холодный мозг. То есть начинать думать рационально, находить логические разумные доводы, чтобы успокоить свои разбушевавшиеся эмоции. Иными словами, для того, чтобы научиться науправлять своими эмоциями, нам необходимо увеличить мощность тех нейронов, которые находятся в коре головного мозга, а в особенности в наших лобных долях. Как это сделать? Для этого нужно научиться определяться с приоритетом и делать ставку на то, что для вас по-настоящему важно. Подумайте, что для вас важнее. Подготовиться к занятиям, сформировать новые навыки, научиться чему-то или переживать из-за конфликтов с кем-то и из-за чего-то. Что даст вам это переживание, кроме плохого настроения? Ничего, вы только сами себя изведете, вот и все. Включайте свой холодный мозг, свои лобные доли, чтобы брать контроль над эмоциями горячего мозга. Научитесь остужать себя, потому что для вас это выгодно, и это более разумно, и это того стоит. Знание – это залог вашего успеха. Современный мир очень требователен к людям. Если они хотят добиться успеха, гарантировать себе безопасность и самостоятельность, иметь возможность заниматься тем, что им по-настоящему интересно, им нужно обладать большим количеством знаний и навыков. Им нужно быть лучше других. Ваш мозг, как мы с вами знаем, обладает высокой пластичностью. Наши нервные клетки могут образовывать нейронные сети, которые позволят любому из вас, было бы желание, получить прекрасное образование, стать лучшим в каких-то умениях, научиться контролировать свои эмоции. Но сам по себе наш мозг этого делать не будет. Он будет глупо экономить на том, что для нас по-настоящему важно. Поэтому мы должны направлять его, чтобы он не оступался. Во-первых, чтобы он не терялся в море информации, а четко видел свою цель и путь к ней. Во-вторых, не пытался сэкономить энергию, выбирая простой и легкий путь, который, как правило, ни к чему хорошему не приводит. И, наконец, в-третьих, справлялся с эмоциями силой своего разума, своего холодного мозга, чтобы тратить свой потенциал на то, что действительно этого заслуживает. Какие сети образуют ваши нейроны, зависит исключительно от вас самих. Если вы не осознаете этого, не примете на себя ответственность за результат, за успех вашей жизни, то потом некого будет винить. Никто не может создать в вашем мозге те связи между нейронами, которые вам нужны. Это можете сделать только вы. И я надеюсь, что знания о работе мозга помогут вам в этом. Удачи вам. Хорошего мозга.